У нас сегодня планировался разговор, продолжение разговора про процедуры, но я передумал, потому что чем дальше мы будем разговаривать про все вот эти соглашения, conventions и порядок работы с ассемблером, тем больше это вообще говоря будет иметь дело к реалайфу, то есть к настоящему программированию на ассемблере, к которой на самом деле мы, наверное, заниматься не собираемся, скорее всего, то есть есть такое предположение. Поэтому представление о том, как это вообще устроено в реальной жизни быть должно, и мы об этом поговорим еще. Но я, наверное, хочу сменить слегка тему и рассказать про понятие сопроцессора как такового и про математические сопроцессоры, которые присутствуют в стандарте MIPS. Сопроцессор, да. Значит, история такая. Мы можем очень много говорить про то, что архитектура, особенно архитектура риск-процессоров, оптимизирована на то, чтобы, значит, одна команда выполнялась как можно быстрее, про то, что никаких сложных команд, которые требуют много усилий или напряжения одних и тех же логических цепей внутри процессора много раз в системе команд нету, хотя вот умножение все-таки добавили, да, а мы посмотрели, что оно, даже если его организовывать по уму со сдвигами, да, все равно это некоторое количество логических команд, кратное количество битов в числе. Вот. Но как это будет нас преследовать и дальше при разговоре об архитектуре компьютера, история, она, как это правильно сказать, логика истории не совсем такая же, как логика отдельно взятого разработчика, она нелогична. И вся история изобретения и современной эксплуатации компьютеров просто построена примерно по тому и тому же принципу. Появляется некоторая задача, ее решают какими-то современными к тому времени способами, и вот в таком виде эти решения залипают лет на 50 неизменно, только усложняются. Вот. В частности, мы, конечно, изобрели хороший компьютер, ну, вернее, они, да, но на те поры, даже на те поры, несмотря на то, что сам факт автоматического вычисления каких-то действий согласно программе был, конечно, очень-очень удобной штукой, компьютеры все равно были медленные, элементная база не позволяла им быть быстрыми. И для того, чтобы вычислять какие-то тяжелые математические операции, их приходилось очень развесисто имитировать на базе этих самых компьютеров, и, соответственно, там какой-нибудь работа с плавающими, с числами вещественными, будучи смоделирована с помощью целочистой математики, превращалась в, в общем, довольно медленную и нудную, и такую достаточно массивную работу. Вот. Это не означает, что такой штуки нет, я имею в виду имитация и моделирование вещественных чисел с помощью целых. Вот, она есть, она повсеместно используется, но факт именно в том, что когда вы моделируете вещественные числа с помощью целых, в результате арифметическая и математическая операция над этими вещественными числами работает очень медленно. Короче говоря, при той скорости вычислений, которые были тогда, да, даже и сейчас в каком-то смысле это так, но сейчас просто задачи другие, как обычно, другие задачи. Пришлось придумать некий механизм, когда у вас вычислением специальных функций занимается вообще другой процессор, соседний. Вот у нас есть основной процессор, который взведает выполнением программ, а еще у нас есть сопроцессор, у которого свои тайминги, который может работать медленнее, быстрее, дороже, дешевле, иметь свою собственную архитектуру, вообще говоря, собственную логику работы. И он будет решать специфического вида задачи. Например, задача обработки смоделированных вещественных чисел. Вот. Или там обработки графики. Вот типичный сопроцессор, на самом деле, графическая видеокарта, которая под часть бывает даже мощнее основного процессора. Вот. Потому что задача графической видеокарты – обрабатывать безумное количество, вообще говоря, однотипных операций. Вот. Ну и количество этих операций действительно очень большое, и если мы поднапряжемся, создадим сложное устройство, которое только и будет уметь, что, например, умножать, делить, вычитать, складывать, извлекать корень из вещественных чисел, потом его как-то приклеим сбоку к нашему основному процессору, такого рода математика будет гораздо более эффективной, чем математика вида «давайте все смоделируем в целых числах». Тут, правда, стоит заметить, что в действительности вещественных чисел не существует. Я очень люблю пример того, что вещественных чисел в действительности не существует, когда рассказываю про что угодно, на примере все того же любимого мной питончика. Знаете, что будет, если я напишу вот так? Нет? Да. Да. Почему? Сейчас мы это узнаем как раз. Вот именно сегодня мы узнаем, почему вещественных чисел не существует. Вернее, не так. Почему их не существует, могу сказать прямо сейчас. Вещественное число – это некая предельная, бесконечная последовательность. Мы не можем записать вещественное число. Ну, то есть, какое число больше, π или е? А если я задам наперед написать, какое больше будет? Почему мы не можем ответить на этот вопрос? Потому что у нас не просто нету, как бы, это не просто бесконечные числа, да, вот, последовательности. У нас еще нету никаких знаний о том, вот, что там дальше творится. Мы можем их только вычислить. Мы можем как Сирия представить, сравнивать, какая будет Сирия. Можем. И это будет означать, да, но ответ на вопрос, если их записать задом наперед, естественно, мы не получим. В действительности никогда при вычислениях, если только это не какой-то аналоговый компьютер, которых я в жизни не видал. Кажется, они были. Никогда при вычислениях не используются вещественные числа, а всегда используются их модели, потому что сами вещественные числа, как видите, представить практически невозможно. Эти модели, разумеется, представляют вещественные числа с какой-то точностью, да, вот, думая про пи и е, мы можем думать о том, что это пи и е с точностью до какого-то знака после запятой. И это всегда означает, что то вещественное число, с которым мы работаем в данный момент, является моделью настоящего вещественного числа, и с очень большой вероятностью не равно ему в точности, вот как у нас было с суммой 1.1 и 2.2. Это, в свою очередь, означает, что для вещественных чисел операция сравнения на равно – это нонсенс. У вас два вещественных числа могут только случайно оказаться равными друг другу. В частности, число 0.1 и число 0.0, бесконечное число 9 равны друг другу по определению. А в представлении они будут совершенно по-разному выглядеть. Такие дела с вещественными числами. Прежде чем подумать о том, как мы их будем моделировать в компьютере, давайте просто вспомним, что есть два вида представления вещественных чисел – с фиксированной точкой и с плавающей. Число с фиксированной точкой – это целая часть, точка – дробная часть. Если задуматься о том, как мы будем это все представлять, возникает такая проблема, когда у нас очень большое или очень маленькое вещественное число, и мы должны написать много-много нулей. Вот. Ну, просто вот. Ну, вот. Много. Непонятно зачем. Могли написать 123 и много нулей. И вот эта форма 123 и много нулей, она же экспоненциальная – это как раз вариант представления с плавающей точкой. Вариант представления с плавающей точкой базируется на том, что мы можем просто взять некоторое нормализованное число, называемое мантисой, и домножить его на степень, ну, в данном случае, десятки, поскольку мы используем десятичную систему счисления. Соответственно, вот такое число записывается, ну, или вот так вот, или вот так вот. Это вот последняя, это довольно традиционная запись числа с плавающей точкой. Почему там точка плавающая, сейчас расскажу. Хотя я думаю, что уже немножко понятно. Обратите внимание, что если это число записать с фиксированной точкой, то есть в десятичной системе, то получится 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3 и еще 19 нулей. Вот. Да? Ну, или вот так вот еще 23 нуля, да, понятно, на 10, 23. Понятное дело, что мы можем написать в такой форме, когда мы представляем число в такой форме, мы можем записать его как угодно. Мы можем написать, например, 1, 2, 1, 3, 2, 3 на 10 в 20. Какой там получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 10 в 17. Вот. Да? Если точку не напишем. То есть вариантов можно много разных, но, как правило, используется представление нормализованное, при котором у нас значение мантисы лежит в пределах от единицы до основания системы исчислений, ну, в нашем случае до 10. на самом деле мы не избавились от проблемы пресловутых нулей, даже скорее наоборот. Мы на нее напоролись еще сильнее, потому что не очень понятно, с какой точностью все это может, все вот эти представления, с которыми мы работаем, могут существовать. Например, вот тут вот я прибавляю к числу довольно большому, число довольно маленькое, и выясняется, что в представлении этого числа довольно много ноликов между значащей частью целой и значащей частью дробной. Достаточно здесь заменить 8 на 88, а 50 на минус 55, чтобы получить число, которое в компьютере, в общем, представить очень трудно, потому что оно будет внезапно 140-значное. Вот, вооруженное этими знаниями, давайте подумаем, как можно моделировать вещественные числа в память компьютера. Можно поинтересно показать? Если бы в жизни было интересно, почему там в е? Экспонент, английское слово экспонент. Вы сейчас в этом английском конспекте это увидите. Это не буква Е, это сокращение от слова экспонент. Вот мантисса по-английски называется, вы не поверите, мантисса, а порядок называется экспонент. Значит, ага, вспоминаем среднюю школу, да? Сейчас, секунду. Никакой. Есть и такой вариант, и секой, и розетки. Значит, вспоминаем материалы средней школы, седьмой, что ли, класс. Когда вы представляете число в виде экспоненциальном, то бишь в виде что-то, умноженное на основании системы числения в какой-то степени, вот эта штука называется мантисой, а вот эта штука, вот эта, называется порядком. Соответственно, вот она, мантисса, и вот он порядок. Поскольку вы умножаете на 10 в какой-то степени, мантисса может быть ненормализованная, да? Мы можем вот эту точку переставить, например, писать 12 точка, тра-ля-ля, и здесь будет 10 в 22-й. Но в нормализованном виде вот оно вот так выглядит. Я на все вопросы ответил. Да. Значит, давайте подумаем, как можно, в принципе, смоделировать хранение вещественных чисел, ну, точнее, их моделей, потому что мы уже согласились с тем, что бесконечные числа мы хранить не можем. Самый простой способ, конечно же, это попробовать их хранить в виде фиктивной точки. Ну, то есть, господи, какие проблемы? Храним число в памяти, а еще храним дополнительно небольшое чисел, которое говорит, где у нас точка стоит. Выясняется, что это довольно неудачный формат, потому что в результате у нас мы можем представлять вещественные числа только из очень небольшого диапазона, да? Да еще и с различной, как бы, непонятной точностью. Сколько знаков после запятой зависит от того, сколько знаков до запятой. Вот. Поэтому так никто не делает, хотя поначалу делали именно так. Именно поэтому все, большинство языков программирования в качестве типа для вещественных чисел используют слово какое? Флот. Дабл – это двойная точность. Все еще хуже, да? То есть, смотрите, это как это самое, пирожки из сухарей, да? То есть, мы сначала берем пшеницу, ее превращаем в муку, потом заквашиваем, потом жарим, пьем хлеб, потом высыхает, мы его перетираем, получается что-то, из этой затирухи мы делаем пирожки. Вот. Так и здесь. Значит, сначала изобрели фиксит поинт, да, хранение чисел с фиксированной точкой, потом решили, что нет, надо хранить числа с плавающей точки, и потом выяснилось, что для чисел с плавающей точкой одного машинного слова, которого хватает для целого числа, не хватает внезапно. Сейчас увидим почему. Изобрели числа двойной точности. И вот слово дабл, да, оно победило. Вот. Такая вот длинная история. Значит, на самом деле есть еще один способ. Я, когда рассказываю про питончик, обязательно упоминаю его прямо на первой лекции. Вот. Не исключено, что вам про него не говорили. Этот способ, это лексикографическое хранение числа. То есть, когда мы храним, ну, вы помните, да, фишку питончика и целых чисел? Главную. В питоне нет максимального целого числа. А, ну, это да. Вот. То есть, механизм длинных целых там встроенный. А раз там встроенный механизм длинных целых, то можем просто хранить два числа, дробную часть и целую. И любое наперед взятое, конечное, то бишь рациональное число, нет, не рациональное. Любое число, выразимое конечной десятичной дроби, мы таким способом можем легко представить. На самом деле в питончике есть еще и рациональные числа. То есть, вообще любые, любые рациональные числа можно в конечном виде представить, что рациональное число – это просто дробь какая-то. Храним два числа, называем это рациональным числом, всем хорошо. К сожалению, реализация такого рода математики аппаратно на те поры, когда все это изобреталось, казалась слишком сложной и слишком медленной. Ну, в самом деле, одно дело мы храним чиселкой, его прямо складываем с другим за одну операцию, и за всем другое дело мы храним их два, упрощаем эту дробь, если нужно упрощать, мы вообще какую-то логику на нее намазываем. Аппаратно это делать раньше было очень тяжело, и как бы никто так не хотел. Вот. Таким образом, остается только один способ – хранить число с фиксированной точностью. О, господи, с плавающей, конечно, с плавающей точкой. И в экспоненциальной стал быть формой. Прежде чем мы посмотрим, как это вообще устроено в том числе и в МИПСах, в том числе и в Марсе, давайте мы разберем одну такую волшебную тему, а именно, что у нас, вообще говоря, числа хранятся в двоичном виде в памяти. Не в десятичном. В том числе и числа вещественные, ну, их модели, хранятся в двоичном виде в памяти. Кто из здесь присутствующих хорошо себе представляет, что такое двоичная, двоичная дробь? Вот. Заметьте, я тоже руку не поднял. Вот. Значит, давайте просто, значит, ну, скажем так, по-хорошему это, конечно, не тема наших лекций, не совсем тема наших лекций, да, такая штука где-то у вас в диске должна была проскакивать. Но если я не проскочил, давайте посмотрим. На семинаре мы сегодня поупражняемся в этом. Смотрите. Помните, что такое десятичная дробь? Мы берем наше десятичное число и мы говорим, значит, здесь у нас 5 умножить на 10 в нулевой, плюс 5 умножить на 10 в первый, плюс 1 умножить на 10 во второй, плюс 6 умножить на 10 в минус первый, плюс 2 умножить на 10 минус второй и плюс 5 умножить на 10 минус третий. Вообще, я говорю, десятичная дробь, она слагается, любая позиционная дробь, она слагается по правилам позиционной системы счисления с той лишь разницей, что мы вводим понятие отрицательной степени, но мы хорошо знаем, что это такое. Это единица на 10, единица на 10 в квадрате и так дальше. Абсолютно так же моделируются числа в двоичных дробях. До точки у нас 1 умножить на 2 в нулевой, плюс 1 на 2 в первый, плюс 1 на 2 в второй, плюс 1 на 2 в третий, плюс 1 на 2 в четвертый, ну там где-то нули были, извините. После точки у нас 1 умножить на 2 в минус первый, плюс 0 умножить на 2 в минус второй, плюс 1 умножить на 2 в минус третий. Вот. Наверное, стоило к этому присовокупить какой-нибудь метод перевода из двоичной в десятичную систему, включая дроби, но вот не пришло мне в голову и не придет уже, потому что семинар прямо сейчас. Ну, видимо, будем вручную это сделать безо всякого метода. Метод не так важен. Это, в общем, относительно несложно и так подобрать. Таким образом, что у нас получается? Что вот это наше число, да? А, да, ну вот мы представили число в виде двоичной дроби, с фиксированной точкой. Ну, теперь давайте его представим в виде двоичной дроби с плавающей точки. Значит, вот у нас число с фиксированной точкой, умноженное на 2 в нулевой степени, а должно быть у нас число нормализованное, то есть от единицы до, в нашем случае, уже 2, потому что двоичная степень, да? Число от единицы до 2, умноженное на, соответственно, 2 в какой-то там степени. Ну вот в какой? Господи, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На 2 в седьмой. Вот и получается. Вот это и есть двоичное представление нашего числа вещественного в экспоненциальном виде. Вот это у нас мантисса, а вот это у нас порядок. Именно так это и хранится в памяти, только хуже. Так, давайте посмотрим внимательно на вот эту запись и скажем, зададим вопросы, если что-то непонятно. Да. Или не зададим вопросы, если ничего непонятно, да? Смотрите, в общем, здесь ничего сложного нет, к этому надо просто привыкнуть. Единственное, что может составлять некоторую сложность, это запомнить отрицательные степени двойки. Положительные степени двойки мы уже и все так помним. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, ну и так дальше, да? А вот отрицательные степени двойки мы помним плохо. Ну, 0,5, 0,25, 0,125, а дальше я тоже не помню. Да, 0,625, да? Ну вот. Но, видимо, для того, чтобы вручную переводить из одной системы в другую... Да, вот. Из одной системы счисления в другую небольшие числа, нам этих за них хватит. Поскольку в памяти все хранится в двоичном виде, это двоичное плавающее число, вот, и выглядит это примерно вот так. На этот счет даже изобрели целый стандарт, большой-большой, называется Е754, вот. Если взять число размером с одно машинное слово наше, то оно будет примерно вот так вот выглядеть. Самый первый бит – это знак. Мы, кстати, помним с вами, что умножение и деление все равно – это операция знаковая, там знак учитывается, потому что он меняется. Ну, в общем, первый битик – это знак, он просто означает знак. Вот. Следующие… Сколько тут получается? Восемь, да? Следующие восемь битов – это, собственно, экспоненты, то бишь, как это по-русски? Нет. Порядок, спасибо. Вот. Это, собственно, порядок. И, соответственно, это означает, что на 2 в максимум, на 2 в 127-й степени мы можем это домножить, наше число. Тоже не очень большой диапазон. Вот. Его некоторый, согласно стандарту Е754, его некоторый, некоторый косячок состоит в том, что это экспоненты, к которым прибавлено число 127 внезапно. То есть, если у вас 0, то здесь написано именно 0. Да. Нет. Что-то я не то говорю. Ну, в общем, в общем, 127 туда прибавлено. Не знаю, зачем. Мы сейчас это увидим. Вот. Оставшиеся, сколько там, 23 бита – это мантис. И тут мы наталкиваемся на одну неприятную штуку. Вещественные числа используются, в первую очередь, для больших очень и маленьких очень чисел. Особенно для очень маленьких, потому что в вычислительном процессе всякие эпсилоны, погрешности, вот это вот все, оно очень часто нужно. Ну, во-первых, перед этим сказать, во-первых, 2 в 23 степень – это вот такое относительно небольшое с точки зрения вещественных чисел число, и поэтому, если наше число будет слишком большим, больше, чем 2 в 23 степени, то оно внезапно просто потеряет цифры у себя в конце. Мы не сможем записать это число в качестве, ну, целиком, да? То есть вот это вот число, где оно у нас, вот здесь, оно уже не влезет. Вот. Это, во-первых, да. А во-вторых, значит, бесконечное или там достаточно малое число тоже будет очень плохо влезать туда, оно не влезет по другой причине, что у нас степень до минус 127-ой и что дальше. И тут начинается. Хитроумный изобретатель этого стандарта решили сэкономить пару битов. Первый бит они сэкономили вот где. У нас, напоминаю, двоичная система счисления. Это значит, что Мантиса от единицы до двух всегда. Как полагается, да, от единицы до основания системы счисления. А это, в свою очередь, означает, что при записи в двоичном виде Мантисы у нее самый крайний, самый старший бит всегда единица внезапно. А давайте ее не будем писать. Вообще. Зачем нам хранить эту единицу? Сэкономим один бит. Можем на один, в два раза больше чисел в Мантисе записать. Если наше число очень маленькое, в какой-то момент нам придется писать Мантису, состоящую практически всегда из нулей. Потому что отрицательная степень до минус 127, а мы хотим, например, там, не знаю, 3 на 2 в минус 129. Как мы это сделаем? Мы напишем просто 0.0000 дальше 1.1 на 2 минус 127. И в начале стоят нули. И еще одна экономия. Значит, если у нас число слишком маленькое, грубо говоря, меньше половины, на самом деле не помню, меньше чего, то мы его будем хранить в том же самом месте, но в так называемом денормализованном виде. Денормализованный вид предполагает, что Мантису у нас не от 1 до 2, а от половины до единицы. И у нее в начале всегда хранится 0. И это значит, что очень маленькие числа мы можем сделать еще меньше в целых 2 раза. Но только понимание того, что хранится в ячейке памяти обычным человеком, это вещь уже практически недостижимая в результате. То есть, видя вот такой линейку битов, трудно предсказать, что на самом деле это наше число 1, 5, 5, 6, 2, 5. Вот. Вот тут примерчики. 1, 5, 5, 6, 2, 5. Экспонента вот такая. На самом деле на самом деле у нее еще в начале единицы. Ну, их нет, господи. Порядок. Мантиса вот такая. Вот. А вот вам, пожалуйста, очень маленькое число. Аж на 10 в минус 39. То есть там очень-очень маленькое число. Но тем не менее, оно влезает. Да вот, потому что на 2 в минус 128 это можно сделать. Значит, знак у него 0. Значение экспонента минимальное. То самое, минус 127. Вот. И поскольку оно еще и денормализованное, то на самом деле в начале еще один 0. Вот. И дальше вот порядок. То есть, наоборот, это, господи, это порядок, а Мантиса вот. Такие дела. В общем, непростая система. Да. Вы говорите, что в экспоненте единицы 0 присутствует незримо. Хотя, там написано, что Мантисы все конечно же на сходе единицы, когда мы очень много. Слушайте, я соврал, да? Спасибо. Спасибо большое. Да, конечно. Конечно. Экспоненты, порядок всегда одинаковый. Я соврал. Простите, ради бога. Вот. Значит, порядок всегда одинаковый. Это Мантисы у нас извращенные, да? Вот. Да. Это вот здесь незримо присутствует единица, а здесь незримо присутствует еще один 0. Вот. Точно. Спасибо, что, хорошо, что вы следите. Это очень здорово. Значит, какие есть свойства? Свойство номер один. Если вы посмотрите на знаковый бит, вы увидите, что отрицательные числа начинаются на единичку, а положительные на 0 совсем как целые. Хотя, целые, если вы помните, это достигается дополнительным кодом, а здесь мы прямо храним знак. Если вы возьмете ячейку, состоящую из всех нулей, это будет вещественный 0. Потому что у Мантисы будет равна 0. Вот. Да? Это будет супермаленькое число, да? Супермаленькой Мантисой и наименьшим возможным порядком. То есть 0. Вот. Чтобы, значит, облегчить нам жизнь, создатели Марса придумали такую штуку. сейчас вот только надо присобачить какую-нибудь регистру, ну, скажем, F0. Вот. Здесь напишем что-нибудь типа... Что, инопланетяне, да? Похоже. Мурсиане, да, да, да. Ща. Я хотел нажать кнопочку шестеричное представление, оно... А, для этого нужно вот здесь, вот сказать. Во. Да? Вот здесь напишем что-нибудь типа... Какое там у нас было число в примеры? 65, 625. Отлично. 625, кстати, это какая-то очень-очень простая двоичная дробь. 155, 625. Во. На вот это слово double не смотрите, сейчас расскажу, в чем смысл. И вот мы привязываем его к F0. О! Не скрою, я содрал прямо отсюда, когда делал конспект лекции. Пришлось набивать это руками, кажется, это нельзя запомнить. У вас, пожалуйста, что вы хотите в этой штуке делать? У нас есть ячейк памяти 32 бита, в которой внезапно лежит вещественное число. Мы хотим понять, что это за число и какие части этой ячейки чему соответствуют. Знак, мантисса, порядок. вот. Видите, она нормализованная, значит, в ней еще 127, вот, знак 0. Вот это мантисса, они ее называют fraction, и вот это незримо присутствующие единицы. И получается 155, это 625. Такое вот изобретение. Она и как это правильно сказать? Да, там всегда добавляется число 100. Вот это число, это реальный порядок плюс 127. Зачем они так придумали? Я не знаю. А, нет, я знаю, чтобы 0 получился. Идея была в том, что когда вы пишете сюда все нули, у вас получается актуальный 0. Я же говорю, фантазеры, изобретатели, остроумные, в общем, в общем, вот, когда это все изобретатели, это было давно, это было там. Нам хочется, чтобы если мы записываем в ячейку 0, то он бы превращался в вещественное число 0. Для этого экспонента равен, равное, порядок равный всем нулям должен быть равен нулю, соответствовать порядку 0. Вот. В общем, вот. А, нет, вру, не порядку 0, соврал. Для этого порядок, равенный всем нулям, должен соответствовать самому минимальному порядку, чтобы это было не просто 0, а такой вот предельный 0, да? 0, умноженное на 2 в самой минимальной степени. Иначе там начнутся всякие кривые эффекты, да? У вас вот здесь вот скончились цифры, а порядок тут какой-то лежит, не нулевой, да? И у вас внезапно получается 0 из ничего, просто потому, что у вас цифры кончились. В общем, обязательно будет, но, может быть, возможно, на контроле можно будет вот эту штуку запустить. Обязательно будет это на контроле. Куда денется? А, кстати, смотрите, достаточно запомнить вот эту формулу и прибавить единичку, и все. То есть это как раз не так сложно. Вот эту. Вот эту единичку. Какую формулу? Вот эту формулу. Что плюс 2, даже не эту, все еще интереснее. Вот эту формулу. Вот эту. Вот эту. Ладно. На самом деле самое сложное это, конечно, перевод в в бинарную дробь. Вот это самое сложное. Потому что это непривычно. Ну, все, значит, совсем все просто. Не знаю, мне вот это было сложнее. Хорошо. Посмотрим. Короче, по прошествии времени оказалось, что этот стандарт ужасен. На самом деле. Что лучше бы сделали все более сложное, но менее остроумное. Вот. Есть, даже вот тут есть, например, большой текст на русском про то, почему это плохой стандарт. Вот этот товарищ, автор этого текста, интернета, вернитесь ко мне. Интернета не возвращаются. Неужели он умер, этот сайтик? А жалко. Короче говоря, вот автор этого текста, он принадлежит такой секте ненавистников Е754. Вот. У него есть даже целая программная статья, в которой говорится, что, как бы это сказать, апокалипсис сегодня, число зверей есть, оно записано в формате Е754. Вот это все. Не хочет. Ну ладно, жалко. В общем, там действительно, я вот сегодня с утра смотрел, там действительно очень много всяких странностей у этого формата. Например, некоторые сочетания Мантисы и Порядка дают число, дают нечто, что не является числом никаким. Вот. Особенно вот здесь вот с лидирующими нулями. И в таком виде, значит, вы можете что-то такое записать в память, откуда нельзя будет это прочитать в виде вещественного числа, возникнутые вообще исключения. Типа нота-намбер. Нан, если когда-нибудь программировали на Си, у вас вылезала штука нан, вот, нан, это и есть нота-намбер, и это как раз ситуация, когда вы взяли какой-то мусор из памяти, пытались его интерпретировать как вещественное число, а оно нет. Лег сайтик. Так. Закроем это безобразие. Ну вот. Теперь, значит, время пришло поговорить о, собственно, том, как это устроено конкретно в МИПСе, раз уж мы все равно залезли в Марс. Вот. Про это мы поговорили, про это мы поговорили. Мы не поговорили вот про что. Значит, в Марсе, ну и вообще в архитектуре МИПС-32 предусмотрен матемический сапроцессор, у которого есть 32 своих собственных регистра. Обратите внимание, вот это наши регистры общего назначения, мы их знаем уже по именам. А это регистры сапроцессора, их тоже 32 штуки, вот, от F0 до F31. Но, вот видите, они прямо представляют собой и хранят там модели вещественных чисел. Хранят они их там по стандарту и Е754, бывают 32-разрядные, а бывают еще двойной точности, о которой мы с вами говорили. И в двойной точности там цифры следующие. Один бит знак, 11 битов на порядок и 52 бита на мантису. Вот 52 бита на мантису, 2 в 52 степени, кажется уже достаточным таким числом, чтобы какую-то точность вообще представлять. 32 стало быть регистра флот, то есть одинарной точности, или 16 регистров двойной точности, но при этом они объединяются попарно. То есть вы можете выполнять операции двойной точности, обращаясь к регистру F0, F2, F4 и так далее, а регистр F3 и F1 и всякие прочие, они будут просто присоединяться. Вот видите, вот у нас регистр F0 и вот его... Кстати, кто мне может на пальцах, не вдаваясь в подробности, объяснить, почему если я записал в регистр F0 вот это число 155-625, то как число двойной точности оно выглядит вот так. Вот подсказка. А, вот оно в чем дело, объяснить. Да, да, совершенно справедливо. Как полагается, у нас порядок байт в какой? Обратный. Значит, младшее полуслово лежит вот там вот в хвосте, где младшие байтики. И в этом в этом числе типа double вот эти нолики они на месте чего? На месте порядка. Порядка того, да, то, которая степень. парковка на слух. Вот. А это было, кстати, сказать было видно, смотрите. Очевидно, что здесь вот порядок какой-то очень-очень-очень низкий, потому что нолики все приехали. Надо вычитать, да, только уже не 127, да, а там в 11, в 2048, 2047, 11 степень. Да, конечно. Ну вот. Теперь довольно занудная часть, не знаю, зачем я ее всю написал, можно было вас куда-нибудь послать, почитать инструкции, но нет, почему-то я решил ее написать. Страдайте. Значит, все инструкции для, это инструкции для сопроцессора, да, их выполняет сопроцессор, выполняет не основной процессор, сопроцессор, кроме тех, про которые я расскажу отдельно. Все инструкции для сопроцессора имеют одинаковый вид. У них код операции 17, и это означает, что это инструкция сопроцессора. Дальше есть C-O-P-R. Это, собственно, сопроцессор оперейшн. Это, собственно, они означают тип операции. Значит, 16, если 32-разрядная операция, 17, если это было 64 шлавливые ручонки. Вот. Дальше у них три поля, это три номера регистра, и дальше номер функции, собственно, код той инструкции, который будет выполняться. Сложение, вычитание, сравнение, вот это все. Вот. Значит, порядок тот же, target, source, destination. Нет, не тот. У нас всегда был а, нет, тот, тот. Это у нас в ассемблере будет destination в начале. Вот. ну, в общем, все как всегда. А вот сами инструкции. Значит, бинарные, двуместные инструкции. Самые обычные, умножение, деление, сложение, причем вы получаете, берете регистр F8, умножаете на F2, засовываете в F1, ну, как обычно все. Обратите внимание на вот этот суффикс, суффикс D и суффикс S. он означает, догадаетесь, что? Нет. Нет. Дабл и сингл. Вот. То есть, поскольку команды совершенно одинаковые, только они производятся над регистрами либо в рассуждении одинарной точности, либо в рассуждении двойной, как правило, вот этот суффикс, они везде присутствуют. Обратите внимание на то, что если вы пользуетесь командами двойной точности, то у вас в два раза меньше регистров и можно использовать только четные. Вот здесь вот я специально написал только четные. Вот. Это одноместные операции. Ну, в смысле как? Ну, да, одноместные. У вас есть только source и destination. Обратите внимание, например, есть операция извлечения квадратного корня. Видать, она плохо просто делается. А может быть, просто поскольку у нас эмулятор Mars написан на Java, а в Java есть операция квадратного корня, то его просто туда поставили. Не знаю. Вообще говоря, это довольно интересное свойство процессора, именно MIPS. В него, когда вы, вот как разработчик аппаратуры, хотите сделать MIPS совместимое устройство, можно добавлять свои собственные команды сравнительно легко. Вот. В частности, российский компьютер, который называется Байкал-Т1, процессор называется Байкал-Т1, а компьютер Талгу, например. Вот этот процессор Байкал-Т1, он как раз MIPS-32 архитектуры, вот. И в него, например, добавлена аппаратная поддержка гастированного шифрования. Шифрование согласно алгоритмам ГОСТа. Вот. Это сравнительно легко сделать, потому что такова новоаппаратного уровня архитектуры. Вот. В частности, сравнительно легко добавить в математических сопроцессор еще какие-нибудь функции, не знаю. Команда работы с памятью. L это store, значит, L это lot, S это store. Мы можем записать плавающий регистр в память или взять оттуда. Значит, формат, это команды формата типа R и у них типа I соврал. И у них совершенно замечательный такой же, как везде у нас формат того, как мы указываем адрес, а именно регистр и возможные смещения. Мы это уже видели, когда решали домашнее задание с массивами. Вот. Только они, видите, по-другому пишутся и работают с плавающими числами. То есть, не так, с чем они работают, им все равно. Да? Они работают либо с 32-мя битами, с одним машинным словом, либо с 64-мя битами, то есть, двумя машинными словами. Этим командам все равно, что там плавающие числа или какие-то еще, тонущие, там, неважно. Вот. Они просто перекладывают из регистра сопроцессора в память и обратно. Вот это вот store, а это, господи, прости, это load, а это store. Load это загрузить в регистр, store это выгрузить из регистра. Такая же совершенно фигня внимания. Такая же совершенно фигня для выгрузки из регистра сопроцессора в регистр общего назначения. Это фигня загружает в регистр T1 те самые биты, которые лежали в регистре F3. То есть, если там лежало число, ну не знаю, 3, то в регистре T1 появится вот все вот это, да? Порядок плюс 127. Число 3 представлено в виде бинарной дроби, как 1 точка не помню что, 0,1 кажется. Нет, 1.1 разумеется. Вот вся вот эта штуковина приедет в T1 и там будет в этом виде лежать. Если вы в этом виде ее выведите как целое число, вы получите ну интересное целое число. Вот. Никто, скажем так, да, помимо этого надо сказать, что команда такого вида МТЦ это команда не сопроцессору, а обычному процессору. Это он этим занимается. Он может, кстати, вот эти тоже. Это именно обычный процессор лезет в память и засовывает в регистр F нужные значения. Это именно обычный процессор лезет, скажем, в регистр в регистр T, вынимает оттуда 32 бит и засовывает в регистр F. Это расшифровывается как move to сопроцессор 1, move from сопроцессор 1. А для того, чтобы превратить вот это интересное целое число обратно в тройку, но уже целую, существуют специальные команды сопроцессора, которые он должен делать там у себя на регистрах. То есть, смотрите, вот команда превратить машинное слово, то бишь integer, в single, то бишь в плавающее число. Забираем в регистре F1, там лежит целое число, которое мы туда положили вот так, и превращаем это целое число в плавающее число и кладем обратно в регистр F1. Или забираем из регистра F4, F5 число двойной точности, которое мы положили вот так, move to. Ну, кстати, нет, из регистра F4, соврал. Забираем из регистра F4 целое число, которое мы положили вот так, и превращаем его в число двойной точности, которое лежит в регистре F2, F3, с округлением типа floor, помните, что это такое? Минимальное целое. Ой, слушайте, а я соврал. Наоборот, да? Ну, это же округление. Не-не-не, слушайте, вот это надо посмотреть, мне кажется, это пример неправильный. Откуда, куда? Давайте посмотрим. Да-да-да, давайте посмотрим. Это проще спросить, чем, как это? CVT, нет, не CVT, сначала, что надо читать? CVT. А, ну, в обе стороны. Все, я сам, все хорошо. А вот floor, наверное, не в обе. Да, вот, смотрите, CVT, это просто конверт, туда и обратно. Floor, это округление, очевидно, что мы можем округлять только вещественное до целого, и не как наоборот. Давайте теперь посмотрим, я ошибся? Я ошибся. Давайте поправим. Чтобы не отходить далеко от кассы. А, вы хотите сказать, что интернетов как не было, так и нет? И у вас сломался? Серьезно, да? Опять? Хорошо, хорошо, нет, стой, не хочу редактировать. Спасибо. Ладно. Короче, надо запомнить, что этот пример неправильный, да? Понятное дело, что мы округляем, округляем мы, вот здесь должно стоять D, а здесь должно стоять V, да? Округляем мы вещественное число до целого. Понятный взял? Да. Можно чуть побольше к примеру? Вот, тут у вас написано, вот, где Floor, Int, Conversion, там, потом чуть ниже, CvT, Floor, Trunk, Round. Да, это разные, разные варианты, разные варианты конверсии. CvT, это конверт в обе стороны, Floor, Trunk, и Route, это округление разного вида, да, вверх, вниз и... Да, 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 Ну вот, значит, глядя на вот эти вот волшебные превращения чего-то во что-то, вы можете подозревать, что на самом деле не все так просто с этим манифматическим сопроцессором и не зря. Например, поскольку команду сравнения числа и числа делает сопроцессор, а команду перехода делает обычный процессор, мы не можем придумать атомарные команды условного перехода, если мы сравниваем вещественные числа. Математику всю делает вещественный сопроцессор, результат той математики, которую он сделал, он должен куда-то положить, и только после этого мы можем выполнить основным процессором команду перехода. Поэтому команда перехода становится не атомарными, вот, а именно мы сначала сравниваем, ну вот, например, compare на less than equal single, ну, короче, single, вот, f0 с f1. результат этого сравнения кладется в специальный регистр флагов. Помните, мы про него говорили где-то в самом начале. Вот, я говорил, что в MIPSE флагов почти нету. Вот почти нету, а вещественные сопроцессоры есть, потому что без них уже обойтись нельзя. Итак, вещественный сопроцессор сравнивает по команде C сравнивает два регистра. Результат сравнения 0 или 1, true или false кладет в специальное место в регистр флагов. И потом есть команда branch C1 true или branch C1 false которые осуществляют условный переход в зависимости от того в этом самом флаге в регистре флагов лежит 0 или 1. Надо сказать, что этих флагов кажется больше их 7 штук, 8 штук. И вы можете пользоваться всеми 8, если очень хотите, если у вас какие-то совершенно озверелые математические вычисления в МАЗ. Надеюсь, у нас таких не будет. Вот, тогда нужно говорить, что вот так примерно, да, компэ, дальше номер флагов, в котором вы записываете результат и дальше два регистра. Ну и соответственно branch будет тоже с номером флага. Я в жизни своей никогда этим не пользовался, потому что мне никогда, слава богу, не доводилось кодировать на ассемблере тяжелые математические вычисления. Хотя, как бы, я не зарекаюсь, потому что там при отладке компилятора это может произойти. вот она неатомарная команда. Сравнить и потом перейти по результатам сравнения. Поскольку у нас есть неатомарные команды регистр флагов, к этому регистру флагов мы теперь можем примотать не только переход, пересылку. Ну и, например, пересылку. Вот. Есть команда условной пересылки. Вот мы сравнили, а потом говорим, слушайте, если флаг регистра этого самого C1 был true, давайте мы перешлем из T3 в T4. А если нет, то нет. Или, если флаг регистра был true, давайте перешлем из F0 в F1. В F1. А если нет, то нет. То есть мы можем на основании результатов работы сравнения вещественных чисел пересылать и из обычных регистров и из регистров floating point. Это делается обычный процессор, задействовать математику с процессора для этого не надо. Поэтому он может и так, и сяк. Вот. И раз пошла такая пьянка, на самом деле и у обычного процессора есть неатомарная операция. Сначала сравнение, потом переход. Мы, кстати, ее видели. Мы ее видели, знаете, где? Если вы напишете псевдоинструкцию, которая не существует, что-нибудь такое типа branch, grid then и дальше два регистра. Доллар Т0, доллар Т1 и какой-нибудь какой-нибудь вау, что это было? Это я нажал случайно caps. T0 доллар Т1 луп. Вот так вот. Вот. То это псевдоинструкция. Мы помним, что инструкции по сравнению двух чисел не бывает в МИПСе, потому что это две арифметические операции вместо одной. Вот. Поэтому это раскроется в две псевдоинструкции. вторая псевдоинструкция это BNE, брачный not equal. Это понятно. А вот первая это инструкция, которая называется SLT, set less than. И у него параметрами три регистра. Первый регистр это то, куда положится true или false, а два других это регистры, которые будут сравниваться и результат того, что первый меньше, чем второй положится в то понятно. В данном случае в качестве временного регистра используется наш любимый регистр AT, потому что это он всегда в псевдоинструкциях бывает. И вот мы сравнили девятый с восьмым, и если он действительно больше либо равен, действительно меньше, чем, то мы положим в доллар один единичку, а если нет, то нолик. Вот. SLT. Я к тому, что есть инструкция, сейчас давайте вернемся на сайтик, есть инструкция SLT, она единственная такая, других нет. Не знаю почему. Вот. Ну и точно так же мы можем использовать moveN и moveZ. MoveZ это значит, если был нолик, а moveN если был не нолик. У нас, в регистре нашем. Все, я кончаю парить маму мозг. Собственно, он уже испарился, я считаю. Давайте посмотрим на примеры, они простые. Пример, как вычислить квадратный корень из целого числа. Фишка состоит в том, что поскольку можно вычислить квадратный корень из вещественного числа аппаратно, нам нужно всего лишь преобразовать целое число в вещественное, вычислить корень из вещественного, ну и преобразовать обратно. Я, кстати, этот пример модифицировал и не проверял. Давайте его запустим, потому что, а вдруг он не работает. Assembler MIPS, чуть ли не единственный язык программирования, на котором я действительно могу написать безошибочный код. Я не знаю почему. Это при том, что я на нем профессионально не программировал никогда. Я прочитал три курса лекций. Дело в том, что Assembler — это такая штука, в которой, если ты понимаешь, что происходит, а понять, в общем, относительно несложно, главное просто запомнить это, то поскольку сами вычисления очень-очень-очень мелкие, если у тебя в голове есть план этих вычислений, ошибиться очень тяжело. Вот запутаться очень легко. Ты перепутал там Т1, Т2, где у меня что лежит? И все, и все уехало. Но если это держать в голове, задачки такого объема в голове держатся, то, в общем, наверное, это не так сложно. Так, как мы его назовем? Назовем его SQRT, да? Кстати, не факт, что оно безошибочное. Я не гарантирую это. Хорошо, значит, что тут будет происходить? Давайте посмотрим на код. Вам цветной код показывать или вот этот он побольше? Он, кстати, тоже цветной. Он тоже немножко цветной? Ну, просто не всем видно. Вот тут маленькие буквки. Хорошо. Значит, в сердце данных у нас что лежит? В сердце данных у нас лежит число 100, из которого мы будем извлекать корень, и два места, куда мы положим результат. Вот здесь оно будет в виде float, а вот здесь оно будет в виде word. Поскольку там лежит 0, мы, в принципе, могли написать сюда что угодно. Ну, написали вот. Отлично. Первым делом мы загрузим число в регистр T0. Дальше мы его засунем с помощью MoveTo, к процессору 1, в регистр F2. Дальше мы его преобразим, это число 100, из целочисленного формата в S, сингл, CVT из Word в S, сингл. Вот. Дальше мы положим еще... Зачем нам 0? А, тут нам надо сравнить, а вдруг это отрицательное число? Если это отрицательное число, корень не извлечется. Поэтому надо нам сравнить с 0. Положим 0 в регистр F0. Причем мы знаем, что 0 лежит у нас в регистре ZERO всегда, и что его не нужно конвертировать. Все, сравним регистр F2, в котором мы только что сформировали нашу плавающую 100, с регистром F0, в котором лежит 0, на меньше чем. И если C1T бранч, если C1 true, не извлекать никакого корня. Если же он не меньше 0, то извлечем этот корень из F2 и положим его в F2. Ну, собственно, все. Дальше мы записываем это значение вот сюда. Дальше мы конвертируем F2 в целое число, забираем его из сопроцессора в регистр T0 и кладем его вот сюда. Давайте посмотрим, как это все будет выполняться. Так, что это было? А, это составная, это был лодворд, у которого в качестве параметра адрес, и поэтому нам придется этот адрес разбить на 2, и у нас псевдоинструкция, луи наша любимая, и потом лодворд настоящий. Вот у нас приехало 100, восьмеричная 64, можно даже вот так сделать, приехало 100 в регистр T0. Вот мы засунули это 100 в регистр F2, и там лежит какая-то ересь, потому что это целочисленное 100, а мы пытаемся на него смотреть, как на вещественное. Вот я сейчас, видите, на самом деле это целочисленное 100, видите, 0,64. Сейчас мы его сконвертируем, сейчас мы его превратим в плавающее с помощью инструкции CVT. Шмяк, и теперь там плавающее 100. Ну, естественно, в сингл, потому что в дабл лежит, ну, как мы видим, очень маленькое число, по причинам, которые мы уже обсуждали. Так, теперь мы хотим сравнить с нулем. Вообще говоря, то, что здесь в регистрах F лежат внезапно нули, это нелепая и трагическая случайность. Там может лежить что угодно. Не надо рассчитывать, что у вас в памяти, в регистре где-то еще лежит 0, если вы туда этот 0 не клали. Это важно. Чуть более поздние домашние задания будут проверять этот факт. Я буду проверять, не надеетесь ли вы на то, что у вас в регистрах лежат нули. Не забыли ли вы их проденциализировать? Я не забыл, а именно я положил, сейчас положу 0 в регистр F0. Вот он. Теперь я сравню F2 и F0 на меньше. Вот здесь должен был выставиться condition flag, но он не выставился, потому что там не меньше. Значит, этот бранч не сработает сейчас, потому что не true. И можно вычислить корень. Внимание, сейчас вычислить корень из F2 и положится в F2. Бац, там 10. Поехали раскладывать. Во-первых, мы положили в память это самое число. Сейчас положим с помощью story word. Бум. Положили. Вот это число означает плавающую 10. Видите, какое оно? Ну вот в шестеричном виде слегка более понятно, почему оно такое. Это из-за порядка, который у нас плюс 127. И вот эта вот маленькая чиселка это еще наше 10. Это значит в двоичном виде там что там, 1, 0, 0, 1. Нет, 1, 0, 1, 0. Вот. Теперь мы сейчас положим настоящие 10 рядом. Мы сконвертируем обратно сейчас вот эту вот нашу десяточку сконвертируем обратно в 10 в целочисленном представлении с помощью CVT. Дальше мы заберем ее отсюда, положим в Т0. Вот она в Т0 десяточка. И дальше этот Т0 положим в память. Положили в память. Вот собственно и все. ненавижу. Ненавижу. Кто придумал 1Т и ЛТ? Ну посмотрите. Ну вот здесь написано BCLT, а здесь C.1Т. Да. Здесь написано BC1Т, а здесь C.LT. А здесь ну... нет. Нет, это ЛТ, less than, а это C1. Так я только так и написал. Но нет. Короче, единственное, как бы наше спасение это по смыслу, да? Единственное наше спасение это по смыслу, единица в имени команды присутствует только в сочетании с C1, с процессором 1 и только так. Но вот когда вот на это глядишь, да, начинаются такие разбегания глазок. less than. Вот смотрите, less than, greater than, что там еще? Equal. Кстати сказать, ГЕ и ГТ не существуют. Вы просто в обратном порядке вместо ГЕ ставите ЛТ, а вместо ГТ ставите ЛЕ. Регистры поменяйте местами. Это branch C1Т, true и branch C1F. Да, это branch C1 true и branch C1 false. Тогда это C1, а то было C1. Нет, это было C1. Короче, стойте, у нас есть еще один пример побольше, я бы хотел, чтобы мы хотя бы на него взглянуть успели. Это пример, вообще говоря, вычисления числа Е, ни много, ни мало, вот по этой формуле. Какой-то мотан, это очень жиденький мотан. Любой мотан крутой? Не знаю. Нет, бывает, бывает густой мотан, слушайте. Верьте мне. Во второй курс? Еще будет. На мотанте не будет густого мотана. Что, не будет, правда? Функана не будет. Ну, он уже, наверное, пошел. Нет, у нас прямо много, вовремя. Мы сейчас проходим то, что там на публичности только у человека. Ну, слушайте, короче, смотрите, у нас закончилась лекция, мы не разобрали пример. Будем успо... Пытай... А-а-а, как хорошо-то, господи. Так, давайте сначала посмотрим на этот код, потому что тут буквки больше. Значит, что я хочу сделать? Я хочу вычислить бесконечную сумму. Что значит бесконечная? Нет, нот. Нот. Значит, на самом деле нет. На самом деле, конечно, я хочу вычислить с какой-то точностью. С точностью какого-то эпсилона. Какой это будет эпсилон? Я еще пока не знаю. Не знаю пока. Здесь нет. 0, 0, 0, 0, 0, сколько-то? Я, честно, забыл. Сейчас мы сами увидим, на самом деле, с какой точностью. Видимо, с точностью до... Да. Значит, смотрите. Да, я тут ничего не вывожу. Если вещественный 0, это просто обычный 0, и поэтому мы можем просто взять его из регистра ZERO, то вещественная единица, это уже что-то. Поэтому я ее положу в память, пускай она там лежит. Обратите внимание, точка double, это, капитальная очевидность, подсказывает, что это вещественное число, которое два машинных слова занимает. Нам понадобится 10, я так думаю, для вычисления эпсилон. Вот. И мы... Я хочу, значит, это самое... Эпсилон этот самый вычислить. Дальше идет планирование регистров. В F2 у нас будет вообще всегда лежать единица. Плавающая. Для удобства. Мы будем ее делить на N факториал. В F4, да? А что такое LB? LOD, DOUBLE. Мы загружаем из памяти, значит, LOD. Число двойное, вещественной двойной точности. Два регистра F2, ну и F3 до кучи. А есть имидия DOUBLE? Что? Нет, конечно. Ну, то есть, это была бы очень развесистая псевдоинструкция, как вы понимаете. Вам нужно было бы напихать много байтиков по ходу. Вот. А поскольку у нас имидиат может быть только пол машинного слова, вот. Вы можете написать макрос. Вот через одно занятие или даже на следующем, я еще не придумал. Мы будем проходить макросы. Вы можете такой макрос написать. Не сейчас, ладно? Время у нас поджимает. Типа того, да. Нет, смотрите. Функция — это один и тот же код, который выполняется путем туда прыгания, а макрос — это путем копипаста. Библиотека обычной функции все-таки. Короче, планирование регистров. В F4 у нас будет лежать N, то самое N, которое в формуле. И увеличивается. В F6 у нас будет лежать N факториал. Поначалу он равен единице. Вот здесь, в F8, мы будем вычислять наше E, потихонечку. А в F10 у нас будет эпсилон, точность. И вот тут мы сейчас узнаем, что я имел в виду, когда говорил да. Это что? А-а-а! Мы вводим. Мы вводим с точностью, до какого количества знаков после запятой мы хотим это самое E вычислить. Мы вводим некоторое K, целочисленное. И сейчас мы вычислим единицы на 10 в степени K. И это будет наше эпсилон. Не знаю. Ну так цикл, видимо, устроен. Если мы вводим 1, не знаю, почему K плюс 1. Сейчас, ну, давайте посмотрим. Мы ввелика, если это 0, то у нас все закончилось. Домножаем. Поскольку у нас нету операции возведения в степень, мы домножаем F0 на F0 на F10 в очередной раз. И мы получаем 10. А, ну понятно, почему K плюс 1. Потому что 10 в первый там уже лежит. Сейчас будет 10 во второй после первого же умножения. Ну вот. Ну вот здесь вот по кругу мы крутимся. Домножили на 10. Вычли единичку из нашего счетчика. Проверили, не 0 ли он. И так, короче, получили 10 в степени K плюс 1. Дальше взяли и поделили единицу. Напоминаю, единица у нас лежит в F2 на F0, в котором мы вычислили 10 в степени K. Засунули обратно в F10 и теперь там лежит собственно эпсилон. Тот самый, который мы собирались вычислить. Теперь, собственно, вычисление числа Е по формуле. Поскольку, так, факториал улез не туда. Надо будет еще факториал поправить. Конечно, N факториал там внизу, да? Вот. Там скобочки надо было поставить. Короче, нам не нужно вычислять факториал. Нам нужно просто вычислять на первом шаге у нас будет единица на 1, на втором шаге единица на 2, на третьем единица на дважды 3, 6, да? Потом единица на 12. Ну, короче, вы поняли. Вот. Поэтому нам не обязательно, не нужно вычислять факториал. Мы, скажем так, будем в F6 хранить очередной N факториал, который будет всего лишь означать вычисляться как предыдущий факториал умножить на текущий N. Ну, ничего, ничего худого. Ну, и N, соответственно, будет увеличиваться. Дальше мы будем все это прибавлять. единица на этот факториал. Дальше мы будем добавлять это в F8, где наше E будет формироваться. Ну, и, собственно, пошло-поехало. Да. Ну, и под конец мы его выведем. Систем колл номер 3 это вывод двойного вещественного числа на экран. Давайте посмотрим, как это работает. Сначала убедимся, что это работает. Вот тут я уверен, что это работает, потому что я ничего не правил. Вот. А я забыл сказать Ctrl-C, да? Спасибо, мы могли бы и напомнить. Так, сохраняем это под названием E, потому что это E. Компелячим это безобразие. Давайте сначала пошагово. Вот тут мы разворачиваем всякие значения. вот. Вот мы вводим точность, ну, скажем, 3. Нам пока хватит. Вот. Дальше мы в цикле сейчас будем вычислять наше число, число Epsilon. Вот у нас пока 10, 100, 100, 1000. Все, значит, будет 1 тысячная. Делим единичку на это дело, получаем 1 тысячную. Вот. И поехали в циклы. Вот у нас единица, деленная на единицу. Вот у нас единица, деленная на 2. Вот у нас единица, деленная на сколько там? На 6. Вот. И каждый раз мы проверяем. У нас, смотрите, поскольку эта формула состоит из положительных членов исключительно, да, каждая вот эта единица n-факториал положительная, то как только очередное слагаемое становится меньше Epsilon, да, и она сходящаяся. Ну, нам гарантируют, что она сходящаяся. Это означает, что как только очередной член становится меньше Epsilon, мы можем спокойно завершать цикл. Потому что у нас до предела осталось меньше, чем Epsilon. Формула-то сходится. Ну и все, значит, вот мы ее тыкаем в нее, и мы проверяем, что очередное вот это значение, где оно тут вычисляется, вот это вот. Должно быть больше Epsilon. Когда оно станет меньше Epsilon, вот это вот, F10, да, Epsilon F8, вот. Обратите, кстати, внимание на то, что я работаю с числами двойной точности, и мы смотрим в правую колонку. Все. Ну, сейчас оно выведется. 2,7, 18, смотрите, даже перевыполнили план. 2,7, 8, 2, это вот все число E. Если кто, я заполню число E под ритм ГПК. 2,7, 18, 28, 18, 28, 45, 90, 45. Мне кажется, не нужно знать число E до такой точности, но вот оно там, оно хорошо запоминается. вот. Относительно скорости сходимости этого ряда, честно, честно, ничего не знаю. Давайте поставим 6, посмотрим, как долго будет. 10 можно? Ничего себе. Да? Это эмулятор, да? Вы понимаете, что это очень медленная программа. То есть, на самом деле, ряд хороший. Это вам не число P вычислять. Вот число P вычисляется омерзительно медленно. Мы будем его, вычислять. Так, стойте, стойте, стойте. Значит, у вас домашнего задания опять нету. Появится оно, скорее всего, либо сегодня, либо завтра. Ждите. Я так понял, что вопросов больше нет. Все встали и засобирались с ними. Да, я понимаю, что на семинар. Нет вопросов. Ну, тогда давайте заканчивать. Все, спасибо.